У кого-нибудь еще играет в лифте музыка? Ура! Сегодня небо приобрело какой-то цвет. Оно не просто серое. Я сегодня приехала на Петроградскую. Иду не по самому красивому месту, конечно, но сейчас выйду на красивую улицу. Очень-очень редко здесь бываю, но сегодня у меня здесь серьезное дело. Правда, кажется, что я уже очень сильно опаздываю. Я очень люблю, когда мне пишут сообщение, ой, извините, мы в пробке, придем чуть позже. Я такая, фух, я тоже опаздываю. Я сегодня в Бутике Армане. Это как раз и было мое дело. У нас состоится небольшая коллаборация. По этому случаю я примеряю образы, один из которых я буду фотографировать. Вот это первый. Получается здесь шорты и такая вот невесомая блуза. На мой спортивный топ в синем цвете обращать внимание не стоит. А еще и в носочках. На фоне моих джорджинов. Так, вот это второй образ. С таким огромным бантом. Цветком. Это вам не в толстовке ходить. Вот в эту сумку из последнего образа я прямо влюбилась. Очень красивая. Свет здесь не очень. Вышла из бутика под большим впечатлением. Все-таки Эмпория Армане большой бренд. Крупный. Со своим нынем громким. Что мне было безумно приятно, что оказывается меня выбрали одну в качестве блогера. Поэтому для меня это большая победа, если честно. И поэтому я думаю, что этим можно поделиться. У меня так с челкой все по-разному лежит. Мой блог уже можно официально переименовывать как приключение челки. Или сложная жизнь с челкой. А еще иду мимо красивого дома. А сейчас я буду искать место, где можно было бы пообедать. И заодно там немножко поработаю. Я буду искать место, где можно было бы пообедать. Нашла у себя в кармане шапку и теперь могу точно пойти до более дальнего метро, заодно прогуляться и не замерзнуть. Тем более у меня будет такой красивый путь. Смотрите, как красиво украсили. Такой симпатичный маленький должен, такая пристроечка красивая. Укадайте, что внизу. Конец душа верха. Эта рубрика называется, что у меня в сумочке. Там где-то еще авокад должно быть. Еще вишня в йогурте. Красный нос, где-то макрос. Ну, расскажи, что ты делаешь сегодня. Я гуляю в парке, когда у нас тут был снег. Около дому. Собачка, которая у меня съед. Поэтому мы уже успели поиграть с чужими собачками. И вообще это довольно приятный район из всех, в которых мы жили в Питере. Потому что вот эти дома, а здесь огромный парк. И с той стороны еще огромный парк. У нас такой центр парк питерский. Два, я должна так еще кружить, а ты меня должен ловить. Кстати, я сегодня в теплой курточке. Можно и ангела сделать? Давай. Я сбоку. Лиза пошла на лед, я ее отговаривал не идти. Это неправда. Она решила. Я делаю ангела. Она хочет сделать ангела. Она хочет сделать ангела. Красота. Есть? Ну конечно. Спонсор этого видео теплая курточка Юни-Кло и утепленные штанишки Юни-Кло. Получилось какая-то у меня лягушка, а не ангел. Паш, постарайся получше, чем я. Я тебе сейчас на фоне еще домов. О! Вот так прям супер. У тебя похоже на колокольчик будет. У тебя на колокольчик будет похоже. А еще недавно здесь на берегу загорало. Дама говорит, что разные портизы компьютер не видит. Нужно одни. Один сделает передач. Это совершенно верно. Мы угадали. Дама молчит. Но потом не за... В 2016 году бюджет Российской Федерации... Развернулся в колбус наш. Ее потратили было на 135. Не хватало нам вот этот бардак. Да. И наконец-то украсила зеркало. На самом деле это заняло почти две недели. И недавно пришла огромная коробка из H&M. Мы ее с Пашей вместе распаковали. Там... Там была и Паша на одежде. И там, по-моему, одни мои брючки и все остальное. Было из H&M Home. То, что нам нужно было сразу мы распаковали. Это была вот эта ваза. Беленькая. В которой теперь стоят розы. Я думала, что она будет намного меньше. Но это даже хорошо, что она такая большая. Вот. У меня наконец-то есть красивая ваза. И... Также там было много посуды. И должны даже быть бокалы. Поэтому сейчас мы это распакуем. Хочу сейчас это распаковать, потому что я приготовила еду. Сейчас придет Паша. Я хочу эту еду подать в красивой посуде. А она запакована, поэтому эта распаковка спонтанная. Начнем с маленьких. Такое, что это бокалы. Мне кажется, что это вампирские бокалы. Из них нужно пить красное вино. Или, в моем случае, морсик. Такие они немного винтажные. Здесь, соответственно, второй такой же. Мне кажется, что даже в окне видно, как у нас украшена школа. Или садик, что это, я не знаю. Два бокальчика для вина и для морсика. А еще из них приятно воду пить. Вау! Такая коричневая. Угу. Такая черно-темно-серая тарелочка. Матовая. На ней будет очень красиво выглядеть рис. Их должно быть две. Она такая еще немного неровная. От этого она мне еще больше нравится. Салат в ней тоже будет круто смотреться. А еще, мне кажется, здесь будет классно смотреться. Поке. Глубокая керамическая тарелка. Антрацитовый серый. Это называется не черный и не темно-серый, а антрацитовый серый. Здесь должны быть, наверное, большие тарелки. Ну, я не заказывала настолько большие тарелки. Я надеюсь, что они не такие гигантские. Хотя, конечно же, я не смотрела размер. Белая. Не такая уж она и большая, кстати. Конечно, больше, чем эта серая. Она тоже мне очень нравится. Я не понимаю, здесь сколотый угол или она такая и есть. Немножко необработанная. Сейчас посмотрим на второй. Это вторая тарелка. Но у нее тоже такой странный край. Она вроде как будто не совсем обработанная, но такого края, как в этой тарелке, нет. Что здесь, я не знаю. Сейчас посмотрим. Сервировочные миски на подносик. Интересно. Если, когда я заказываю одежду, то я чаще всего помню, что я заказываю. Но в тарелках я не супер разбираюсь. У-у-у, какая прелесть. В них точно нужно подавать салаты или разные фрукты. Знаете, как для фондю. Вообще, я так люблю фондю. Захотелось прям сильно сейчас. Зачем я вспомнила? Так, ну и последнее. Это наволочки на подушке декоративные. Ага, они оказывается большие. Ааа, как обычно, Лиза. Ну я посмотрела, что они 50 на 50, но я не визуализировала себе какой-то размер. И такая же, только в другом цвете. Вообще, они очень симпатичные. Все, распаковка закончена. А, нет, не закончена. Еще у меня есть то, о чем я давно мечтала. Это камера фотоаппарат моментальной печати. У меня от Инстекс. Я так долго выбирала их, там такое невообразимое количество. Выбрала такой немного классический вариант. Там есть разноцветные, я думаю, что многие видели такие разноцветные, припухлые такие фотоаппаратики. Я выбрала более классический, такой винтажный вариант. Мне уже не терпится его открыть и использовать его по назначению. Я давно-давно его ждала, хотела что-нибудь фотографировать. И это вообще классная вещь, чтобы сохранять моменты именно в голове, а не в телефоне. И развешивать где-нибудь по стеночкам. Мне даже сейчас как-то не хочется его открывать в этом бардаке, поэтому чуть позже это сделаем. Или, возможно, уже протестируем сразу. Какая-то сегодня болтуха. Наверное, потому что я сегодня везде не была дома одна. И не было ни с кем поговорить, и я решила поговорить с камерой. Все, теперь пора убираться. Недавно я рассказывала про то, что у меня будет сотрудничество с Armani. Я даже ходила примерять вещи, чтобы выбрать, какой образ я буду фотографировать. Вот, в итоге выбрали это пальто, к чему я очень рада. И теперь сегодня мы едем снимать. Я очень рада, что все-таки в итоге выбрали вот это пальто. Потому что сейчас наиболее актуально его фотографировать, мне кажется. Вот, выбрали локацию. Невскую ратушь. Я думаю, что кто из Питера, все знают это место. Паша, сегодня день рождения и я иду делать ему сюрприз. Точнее, покупать все для сюрпризов. Вообще, они сильно романтичные, но в этот раз я решила испечь торт. Посмотрим, что из этого выйдет. Я первый раз в жизни купила шары. Миссия почти что выполнена. Я никогда не покупала шары, тем более кому-то на день рождения. Мне кажется, что это бесполезная трата денег. Ну, немного менее бесполезная, чем салюты. Ну, один раз можно. Для настроения. Получилось примерно так. Не знаю, как Паша, это скорее часть подарка для меня. Мне нравится. И цвета мне нравятся. Я выбрала серебряный, белый и просто серый. Здесь будет стоять подарок. Было бы здорово, если бы на этом было все. Но я же решила еще испечь торт. Пойдем. Приключения продолжаются. Самое интересное, успею ли я за полтора часа? Надеюсь, что приготовленный мой торт будет намного лучше и приятнее, чем купленный в Буше. Оказалось, не так-то легко рисовать по тортику. Вот такое чудо у меня получилось. Надеюсь, что мне будет сделана скидка на то, что я абсолютно не пован и даже не кондитер. Зато все с душой. Сейчас я еще хочу вставить эти свечки в торт. И надеюсь, что они справят ситуацию красоты моего шедевра. Теперь осталось только дождаться Паши. Получается примерно так. Кстати, мы уже испробовали мой инстекс. Вот, единственная нормальная фотография, которая получилась. Это была первая, это была вторая. Нужно еще немножко пристреляться, потому что мы решили в темном помещении асографироваться в зеркало, на котором была яркая гирлянда. Мне кажется, мы тю-тю. Вот, а это со вспышкой селфи. Мне сегодня выдалась отличная возможность прогуляться по снежному Питеру, пока снег еще не растаял. Музыка Надо было брать с собой все-таки очки. Ну и для солнца хоть видно было бы что-то, потому что все метет в глаза. Я уже иду, наверное, минут 30, и это все уже замерзло, это сосульки. Смотрите, это сосулька. И вообще, так прикольно, со снегом всегда сразу такое новогоднее настроение. Даже несмотря на то, что я вся мокрая. Музыка 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 Всем привет! Всем привет! из леса это вся информация это мы приехали наше любимое солнечное куда обычно были приезжаем летом к заливу бы там залив но сегодня верным да не пойдем мы приехали только в лесу погулять сосновым очень здесь классно мне очень нравится видно по моему лицу что мне здесь все нравится я сегодня решила помодничать и приехать в самых белых штанах клёш и